В Симферополе 11 июня в честь Дня России открыли памятник вежливым людям. Отлитый из бронзы, он олицетворяет силу, спокойствие, уверенность и вежливость российского солдата. На торжественную церемонию в сквере у Государственного Совета Республики собрались сотни горожан, военнослужащих, представителей народного ополчения, кадет и властей республики. От Севастополя с праздником крымчан поздравила исполняющая обязанности председателя Законодательного Собрания города Екатерина Борисовна Алтабаева. От города-героя Севастополя позвольте вас поздравить, прежде всего, с государственным праздником, Днем России и, конечно, с очень важным событием в жизни всего Крыма, с открытием такого значимого и нужного Олимпида. Россияне 25 лет уже отмечают День России, мы же только третий год. И, конечно, в эти праздничные дни мы не можем не вспомнить то, что было несколько лет тому назад. Ну что, готовили? Давай, поехали! Поехали! Заболнил этот день, друзья! Композиция состоит из воинов, полной амуниции, девочки с цветами и трущегося у ног кота. Это сцена общения одного из вежливых людей с юной крымчанкой, которая передает военнослужащему цветы. Автор скульптуры, академик Российской академии художеств, народный художник России Салават Щербаков. О том, чтобы увековечить вежливых людей, в Крыму заговорили год назад. Тогда же был объявлен конкурс проектов. Памятник обошелся в 5 миллионов рублей, собранных в качестве пожертвований. На празднике присутствовали и юноармейцы, которые признаются, что хотят быть похожими на вежливых людей. Я хочу быть похожей на них, потому что они все это делали по доброте душевной. Не потому что их заставили или принудили, а потому что они действительно хотели этого. И я хочу себе воспитать тоже это вот качество, помогать людям по доброте душевной и в будущем тоже защищать и помогать своим соотечественникам. Это патриотизм к родине. Это любовь народа своего. Вежливые люди. Так в 2014 году называли людей в военной форме без знаков различия. Они обеспечивали спокойствие в Крыму во время подготовки и проведения референдума на полуострове в феврале-марте 2014 года. Позже президент России Владимир Владимирович Путин сообщил, что это были военнослужащие Вооруженных сил России.